Пряжу Лотос Смотрите, как машина провязывается. Плотность девятая, то есть достаточно рыхлая. И все равно приходится прилагать небольшое усилие для провязанной нитки. Все-таки она для таких нежных машин толстовата. Но, учитывая, что она мерсеризованная, она вяжется достаточно хорошо. И петли ложатся ровно, машина не стопорит. Вязать можно. Пряжа Лотос после вязания на вязальной машинке несколько тяжеловата. Потому что вязание на практически последней плотности не дает такой мягкости и нежности. То есть нужно бы еще немножко. Для машин третьего класса, я думаю, что эта нитка очень подойдет. Для машин более тонких тяжело идет. И грубовато по ощущениям. Мнется, но не сильно. Видите, заломчики остаются. Ну, в принципе, нитка приятная. Единственное, что она слишком толстая для таких нежных машин, как Сильвер пятого класса. Можно использовать в качестве отделки, какого-то дополнения. Но полная вещь будет тяжелой. Тяжелой с такой нитки. Если вам понравилось, нажмите «Нравится». Поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...